К 110-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Блохинцева, крупнейшего организатора науки, первого директора Объединенного Института Ядерных Исследований, был приурочен семинар в лаборатории теоретической физики и выставка картин, что в очередной раз напоминает нам о многогранности его личности, которая проявилась не только в научном, но и в эстетическом отражении мира. Дмитрий Иванович был очень разносторонним человеком – ученым, изобретателем, педагогом, художником, поэтом. «Для меня он все-таки был почти академик, линкор, академик, известный человек, автор, создатель первой атомной станции, создатель наших реакторов. Мы с ним были в Японии, там очень много воспоминаний о пребывании в Японии. И вот одно из них, когда мы вышли гулять, долго гуляли, там несколько часов, и потом Дмитрий Иванович говорит, я сейчас останусь, вы идите, Жень, погуляйте еще. Я уже устал, ладно. Я потом еще погулял, возвращаюсь, смотрю на пригорке, там этот отель стоял на горе, на холме, и на этом, на спуске сидит на земле человек. Что-то японцы, не похоже на японцы. Подхожу ближе – это Дмитрий Иванович. Сидит прямо на земле и рисует. Рисует картины. Мне он казалось, что не может Дмитрий Иванович сидеть на земле. А он спокойно уселся, несмотря на то, что там не очень чисто было». Живописные работы член-корреспондента Академии наук СССР Дмитрия Ивановича Блохинцева демонстрировались на выставках. Его стихи опубликованы в журналах. В своих произведениях искусства он был поистине философ. Картины отражают внутренний мир ученого, его мировосприятие, беспокойство за судьбы мира, век стремительного развития науки и техники. Каким был век XX? Сам Дмитрий Иванович Блохинцев в XX веке обогатил мировую науку, был организатором многих научных направлений и внес решающий вклад в создание Объединенного института ядерных исследований. В 1956 году Комитет полномочных представителей 11 стран единогласно избрал его первым директором института. С 1956 по 1965 год Блохинцев – директор Оияи. С 1965 года и до последних лет своей жизни он возглавлял лабораторию теоретической физики. Физики-теоретики благодаря ему имеют здание, которое называют не иначе, как дворцом теоретической физики. Это вообще историческое здание. Во-первых, конечно, мы чрезвычайно благодарны Дмитрию Ивановичу и всем тем, кто вложил силы в создание вот этого дворца теоретической физики, но надо сказать, что он стал теперь местом, которое помнит выдающихся ученых, которые создавали вообще говоря. Наш институт. Здесь эта аудитория видела таких удивительных, таких выдающихся людей, как работающих в Оияи, так и приехавших из стран участниц и наших гостей из всего мира. Так что, действительно, мы находимся вместе, который, наверное, теоретик, входя в это здание, должен сам ощущать такое, знаете, вот волнение. Теоретическую лабораторию очень люблю, поэтому я всегда бываю довольна здесь бывать. Сейчас очень квалифицированный доклад был, и то, что пришел Викторий Анатольевич, это тоже очень приятно. Настроение у меня хорошее, я еще продолжаю работать в лаборатории ядерных проблем. Трудно вспомнить, это почти 60 лет. Дмитрий Иванович не только обогатил мировую науку фундаментальными работами в области физики твердого тела и статистической физики, акустики, физики реакторов и атомной энергетики, квантовой механики, квантовой теории поля и квантовой электродинамики, физики высоких энергий и атомного ядра, философии и методологии науки. Он оставил свои вопросы и нерешенные задачи будущему поколению ученых, стимулируя их творческую научную деятельность. Сам Дмитрий Иванович и, как все остальные наши основатели, они очень много сил вкладывали в своих учеников. Так и сейчас очень важно, чтобы наши лучшие теоретики не забывали о том, что подготовка учеников – это, может быть, самое лучшее, большее, что может сделать каждый ученый, потому что проблем научных только увеличивается. И очень хорошо, что когда на такие семинары приходят, в том числе молодые люди, которые, может, не встречались с нашими отцами-основателями, и с Дмитрием Ивановичем конкретно, но слушая доклады, они могут, по крайней мере, ощутить вот тот большой импульс жизни, который ощущали наши будущие ученые. И хорошо бы, чтобы это заразило их тоже поиску своих собственных открытий в науке. На семинаре, посвященном 110-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Блохинцева, было два научных доклада – Александра Титова о квантовых процессах в сильных электромагнитных полях, и Михаила Иванова о поиске новой физики. Не только лаборатория теоретической физики, но и лаборатория нейтронной физики обязаны Дмитрию Ивановичу Блохинцеву своим появлением в Объединенном институте ядерных исследований. Мне хочется ознакомить более молодых сотрудников ОИЯ, которые сегодня будут, ознакомить их непосредственно. Почему вдруг Блохинцев и ЛНФ? Он не был директором ЛНФ, да? А тем не менее, ЛНФ чтит Дмитрия Ивановича не меньше, чем его чтят теоретики. Было решение ученого совета о том, чтобы организовать лабораторию нейтронной физики и лабораторию теоретической физики, их одновременно. Видимо, ну, правда, теоретически я не знаю, тут, может быть, и Боголюбов там говорил что-то, но нейтронка это определенно заявил Дмитрий Иванович. И предложил там делать вот ИБР, который сейчас, мол, проект делается в Обнинске. Его могли хорошо построить здесь. Вот так вот началось это дело. Поэтому, а то, что он поставил условия, я не знаю, говорят, что он поставил условия, вот если ИБР привезут сюда, привезете, то я буду директором. Не знаю, не думаю, что так было. Просто он использовал предложение быть директором, чтобы разместить тот аппарат, который ему очень нравился, ему хотелось его построить. Соратник Курчатова по созданию, становлению и развитию атомной науки, техники и атомной энергетики в нашей стране, один из создателей первой в мире атомной электростанции, физико-энергетического института и Объединенного института ядерных исследований, Дмитрий Иванович Блохинцев – один из авторов выдающегося изобретения – импульсного реактора на быстрых нейтронах, который был запущен под его руководством в ОИЯИ. В Обнинске в 1955 году он предложил идею Ибра и стал главным идеологом его создания, построенного затем в Дубне. Я узнал у него одну хитрость, что иногда с людьми где-то там наверху можно иногда, так сказать, похитрить, для того, чтобы достичь своих целей. Вот у нас был самый важный человек по науке, заведующий отделом ЦК по науке. Дмитрий Иванович, я думал, ну подумаешь, заведующий отделом ЦК. Нет, Дмитрий Иванович говорит, это самый главный человек в науке Советского Союза, с ним надо аккуратнее быть. И вот этот самый главный человек Советского Союза задает вопрос Дмитрию Ивановичу. А что, собственно, вы будете делать с вашим реактором? Вот вы сейчас делаете, у нас пуск шел в реактор как раз, он у нас находился на пульте. А что вы будете делать с этим реактором? Ну что вы там сделаете? Ну, Дмитрий Иванович начал рассказывать было, ему все это неинтересно. Нет, это все, да, вот если бы вы сделали черную дыру на пуске своем нейтронном, Дмитрий Иванович говорит, ну что ж, постараемся. О, вот это хорошо, вот это здорово. Я потом, когда он уехал, говорю, Дмитрий Иванович, как же вы так раздаете обещание, которое нельзя выполнить? Да вы что думаете, этим людям, ему важно услышать, что вот он предложил, значит, он предложил что-то дельное, значит, он что-то понимает. И академики откликнулись на это, а потом он забудет все. Главное, чтобы произвести впечатление, вот он уехал, забыл, чувствуя себя важным, так сказать, ну и все, вот так, что иногда нужно хитрить. Не знаю, как с современными руководителями пройдет это или нет, но раньше проходило. Блохинцев был научным советником научного совета при генеральном секретаре ООН, вице-президентом и президентом Международного союза чистой и прикладной физики, и ЮПАП ЮНЕСКО. Экспертом комитета по Нобелевским премиям, членом комитета по Ленинским и Государственным премиям при Совете министров СССР. Был избран академиком Академии наук многих стран мира и почетным доктором ряда университетов. Временно домашнее общение, во всяком случае я себя имею в виду, весьма было ограничено, вот, но тем не менее оно бывало, обеды бывали совместные, в Обнинске, когда уже стало более-менее свободно, работали очень много, вот по созданию атомной станции работали очень много, там времени практически не было. Ну и то, я помню, как приехали там какие-то высокопоставленные гости, он мне сказал, Тань, ты умеешь делать яичницу? Да, яичницу я сделала. А сказать что-то, нет, ну вообще совместные, семейные были. Вот еще Олечку поставил на лыжи на горные, так, маленькую. Именем Лохинцева названы улицы в Дубне и Обнинске, библиотека в Дубне. Ученый говорил, фактов всегда достаточно, не хватает фантазии. Эта цитата стала эпиграфом к одной из глав фантастической повести «Братьев Стругацких, понедельник начинается в субботу». Статьи Дмитрия Ивановича Лохинцева заставляют размышлять о вечности познания. Как отделить абсолютное и относительное в познании мира? Что значит физическая реальность и как определить границы применимости понятий? Субтитры создавал DimaTorzok